Эй, ребята, всем привет! Я бабушка Годзилла! Ха-ха-ха! Сегодня у нас новая игра! Я посмотрела, что у этой игры 237 тысяч лайков! И решила проверить, действительно эта игра заслуживает лайка или нет. Ну что ж, давайте проверять. Я начинаю игру вот такой вот черной, здоровой Годзиллой. У Годзиллы есть здоровье, есть зарядка и есть уровень. У меня пока первый уровень. Не знаю, смогу ли я сегодня дойти до уровня побольше или нет. Что же мы тут можем делать? Годзилла может крушить города. Смотрите, сейчас попробую. Ну-ка, ва-а-а! Ну-ка, опа, опа! Я могу есть дома! О, ничего себе, ребята! Я могу плеваться огнем! И одним таким плевком полгорода снесла. Вот это я опасная Годзилла. Так, тут еще одна Годзилла. Э, ребята, Годзилла! Другая Годзилла меня укусила! Ой-ой-ой, я пока что маленькая Годзиллочка. Я не хочу ни с кем сражаться. Смотрите, какая там здоровая Годзилла. Нет-нет, я, пожалуй, уйду отсюда. Вдруг это ее территория? Вдруг я зашла на чужую территорию? Давайте переплывем в другое место. Там город выглядит целым. А это значит, что там других Годзилл нет. Смотрите. Нет, там кто-то прыгает, но я тут с краешку покушаю дома. Немножко пособираю себе баллов. Так, 300 баллов, 300 здоровья. Но здоровье у меня полное, так что мне надо собрать уровень и зарядку. О, уровень у меня уже двоечка, ребята. Так что не зря, не зря я крушила дома. Смотрите, какая я Годзилла. Интересно, когда я ем дома, я расту или нет? Давайте проверим. Сейчас поедим тут, поедим. Все превращаем в ржавые железки. И как-то неожиданно у меня заканчивается зарядка. Надо подзарядиться. Чтобы подзарядиться, нужно просто походить. Смотрите, когда я использую свою силу, зарядка у меня уменьшается. Когда я стою или хожу, ничего не крушу, то я подзаряжаюсь. Вон, смотрите, у меня электричество просто пышет из меня. Я электрическая Годзилла. Но я поняла, что я не расту. Я как была такого роста, так и остаюсь. Хотя съела уже полгорода. Вот со здоровьем у моей Годзиллы все в порядке. Уровни тоже растут. А зарядка проблема. Нужно делать зарядку всем, даже Годзилле. Но в данном случае зарядка для Годзиллы это ничего не делание. Смотрите, все, мало-мало зарядки. Я предлагаю нам отправиться в меню и посмотреть, что там есть. Смотрите, какая я страшненькая. Вот такое меню у нас. И давайте посмотрим, что у нас тут за выбор. Можно выбирать разные виды Годзилл. Так вот, как они меняются. Надо зарабатывать вот эти какие-то клетки. И чем больше клеток, тем мы можем больше купить разных Годзилл. Смотрите, там даже паук есть. Ой, сколько тут всего. Смотрите, смотрите. Ах, ничего себе. Вот, вот это да. Ребята, но тут надо заработать очень много клеток. У меня пока 442 клеточки. Надеюсь, что я смогу заработать и купить хотя бы какую-нибудь одну новую Годзиллу. А еще тут есть карта. Можно выбирать, куда нам отправиться. Ну, давайте выберем вот это место. Посмотрим, что там. Я впервые туда отправляюсь. И я, кстати, поменяла свою Годзиллу. У меня была доступна там еще одна версия. Ой, смотрите, паук, паук. Давайте его покусаем. Так, 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 получаем. Паук говорит, нет, не надо, не кусай меня, не трогай. Ой, ну какая-то я странная Годзилла. Ребята, я странная Годзилла. Сейчас отойду в безопасное место и посмотрю на себя. Так, ну-ка давайте посмотрим. Фу, я похожа на какого-то червяка. Да что это за Годзилла такая? Что это за Годзилла, ребята? Ну это какой-то червяк. Червяк-мутант. Смотрите, хвост длинный. Голова, конечно, это вообще нечто. Мне кажется, никто меня бояться не будет, если я буду такая Годзилла. Так, давайте покушаем, покушаем. Да. Ну червяк, натуральный червяк. Давайте пойдем в меню и поменяемся. Потому что мне эта Годзилла не нравится. Она какая-то несуравная. Кстати, в меню можно заходить только через 10 секунд после того, как вы нажали кнопку меню. Это такое я впервые встречаю. Все, эта Годзилла отдыхает. А мы давайте найдем либо другую Годзиллу, либо вернем то, что было. Но это совсем не годится. Так, у меня вот денег не хватает. Совсем мало клеток я заработала. Я решила вернуть свою черную Годзиллу, ребята. Это было гораздо лучше, чем Годзилла-червяк. И я выбрала новую карту. Хочу посмотреть, что тут есть. Города никакого не вижу. Могу деревья хвостом ломать. За это дают немного здоровья. Уровни дают. И что-то зелененькое там еще дают. Ух ты, ребята. Смотрите, какая я по сравнению с пальмами и деревьями здоровая Годзилла. Так, а камень я могу побить? Ну-ка. А, нет, камень почему-то не валится. А ну-ка, сейчас я попробую его. Я думала, сейчас будет сражение с камнями. А камни очень сильными оказались. Хм, что же делать? Как выжить Годзилле? Если тут нет домов, давайте поплаваем. Там, смотрите, льды. Может быть, я буду лед ломать? Поплыли. О, вот это у меня красиво получилось. Ой, это мне нравится красиво. И смотрите, как я лапками делаю, когда плыву. А, красота какая. Кстати, в воде почему-то пол это лава. Ой, как красиво я плыву. Ну, не Годзилла, а прям Грация. Грация Годзилла. Смотрите, как я делаю пальчиками. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Красота. О, город, ребята, мы нашли город. О, чудо. Я его не видела. Хе-хе. Открыли Америку. И сейчас мы ее съедим. Так, ребята, вот сейчас как топнуло. Вот как топнуло. Ой, но тут почему-то задавна не дают. А, нет, немножко дают уровни. Я уже напугалась. Думала, тут буду биться без уровней. А, сейчас у меня будет уже четвертый уровень. Ура. Ой, смотрите, я заряжаю, заряжаюсь. А, вот это, вот это я мощная Годзилла. Я могу плеваться огнем. Ха-ха-ха. Страшно вам, страшно? Да, ребята, я понимаю, почему поставили очень много лайков этой игре. Ну, это необычно, знаете, побыть в теле Годзиллы не каждый день удается. Ура, смотрите, как я могу плеваться далеко и сжигать все на своем пути. Ура, я просто какая-то адская пушка. Смотрите, какие у меня шипы на спине. Ух, хвост мощный. Не то, что червяк вот тут. Хе-хе, красный червяк. Смотрите, там вдали еще один город на острове. Все ломаем, сейчас я тут все поем и отправимся дальше. Все, отправляемся на другую карту и посмотрим, что встретится там. Мне пока не хватает немножко денег. Вернее, клеток, для того, чтобы изменить свой образ. Ой, ребята, смотрите, тут вот этот червяк, он меня атакует. Да что это такое? Я тебя не трогала. Зачем, зачем ты меня атаковал? Ну-ка, давай, сразимся, сразимся. Черная Годзилла и красная. А, ребята, смотрите, все, у нее жизнь заканчивается. Ха-ха-ха. Ладно, не буду ее добивать, пусть гуляет, пусть восстановится и больше меня не атакует. Что? Ну что это такое? Смотрите, я не стала ее добивать, эту Годзиллу. А она пополнила силы и опять меня атакует. Что это такое? Так, ребята, я хочу накопить клеток. Клеток, чтобы посмотреть, как я буду выглядеть в новом образе. Да что это такое? Ну, ребята, ну что это за Годзилла такая вредная? Я же сейчас разозлюсь, я же вернусь. Все, я разозлилась. Ну, ты хочешь битвы? Будет тебе битва, получай, получай. И в этот раз я не остановлюсь. Я давала тебе шанс. Ах ты, красная Годзилла-червяк. Получай, получай. Все. Ха-ха-ха. Захотела напасть на бабушку Годзиллу. Никто меня не победит. Ха-ха-ха. Вот ее упрямство довело ее до проигрыша. Смотрите, там какой-то мамонт. Ой, я туда даже боюсь подходить, ребята. Смотрите, там вдалеке какая-то Годзилла-мамонт. Ах. Страшно, страшно. Нет, моя задача не сражаться. Моя задача сейчас набрать клеток. Так, побыстрее, побыстрее. Включаю экспресс-метод. Все. Все побило, все подожгло. И надеюсь, что на этот раз у меня хватит клеток, чтобы купить какой-нибудь другой образ. В общем, ребята, хватило мне денег вот на вот это чудовище. Это, конечно, немножко по-другому смотрится, чем тот смешной червяк. Но это тоже похоже на червяка. Кто придумывал этих Годзилл, ребята? Ну, черная Годзилла самая крутая. Пока что. Из трех, которые мне достались, самая крутая черная. Смотрите, ну что это такое? То ли дракон, то ли червяк, то ли Годзилла. Ой, а там огненная Годзилла. Ну, с огненной мне точно не справиться. Ой, ребята, нужно уносить отсюда лапки. Нужно уносить... Смотрите, сейчас, если она один раз на меня плюнет, это огненная Годзилла. А-а-а, она идет сюда. Так, я притворюсь невидимкой. Нет, нет, она меня видит. Ребята, куда? Смотрите, я даже толком ходить не могу. Вот-вот, пытаюсь убежать. И что это такое? Еле передвигаюсь. В воду-воду. Все, ребята, меня не видно, меня не видно. Ну вот, что это такое? То ли червяк, то ли динозавр, то ли кто, непонятно. В общем, ребята, сегодня я вас познакомила вот с такой новой игрой. Ого, смотрите, что там на острове случилось. Ссылку на игру найдете в описании под видео. А если вы не поставите лайк, то... Вот так я буду на вас злиться. А если не подпишетесь, то вот так. Не злите бабушку Годзиллу. Хо-хо-хо.